Я казах запарижский. Чеченский казах. Дорога в Ичкерию, на родину, начинается отсюда. Эта дорога начинается с Украины. Какие-то мужчины, какие-то воины, красавцы. Я от восхищения просто улыбаюсь. После Второй Чеченской войны я как приехал, я с тех пор на Украине. Я большую часть своей жизни прожил на Украине. Это моя вторая родина. 24-го утром рано разбудила супруга. Вставай. Война началась. Взял сына, пошел по призывным пунктам. В один, второй. Там, где раздача оружия была, регистрация. И туда. Нигде не приняли, нигде ничего не дали. Так как я не гражданин Украины. Я гражданин Ичкерии. Дальше приехали, зацепили мешок на голову. Меня оттягали наши спецслужбы по подвалам. Три дня. Почему ты не уехал? Своих ждешь. Я своих кадырковцев ждешь. Я говорю, ребята, не надо меня оскорблять. Это унижает мое достоинство, как чеченцы. Отпустили. Врат пойми. Но я говорю, все понимает. Служба. С нашей стороны, не со стороны кадырковцев, а с нашей стороны, мы здесь погибаем и погибнем шахидами. Это для нас священная война. И слава Господу, слава Всевышнему, что есть такая нация, украинцы. Есть такое государство замечательное, которое, наконец-то, поможет разбить эту империю зла. Это же не только Ичкерия будет освобождена благодаря вашему народу, благодаря этому государству. Это все другие национальности. Сестра оттуда уехала. Убежала с сыном. Сыну 18 исполнилось. Ему повестка пришла, чтобы наук на Украину отправить. Раскинул фотки свои, уже в военной форме. Удалили и отключили сразу. Заблокировали меня. Родственники так боялись. Прошло уже полгода все. И вышли на связь. Боялись. Потому что телефоны пробивают там. Любой полицейский, кадыровец, подходит, и любой патриот, как они, ну, стукачей называют патриотами. Вот он. Русский мир пришел. Русский мир освободил. И когда мы с сыном становились намаз делать, на молитву, это не раз. Ребята полный рост. Брали круговую оборону этого участка и стояли с автоматами, чтобы мы спокойно помолились. Вот так вот. Вот это братья христиане. Это православные братья украинцы. Ну, слово, какое бы ни было, какого вероисповедания ты не был, в какой бы религии ты не был, главное, чтобы украинец. Украинцы это свой. Ближе некуда. Когда едем на передовую, когда колонна едет, вот вояки, когда вот. Вот просто вижу, вот, скопление вояков, вот мне напоминает, как муравьи. Ой, ну, украинцы. Вот как муравьи. Рой муравьев, которые нападают. И вот эта жука огромная, жуки там разные. Они же нападают их, там, яшерицы, разницы. Вот эти муравьи, они нападают, разрывают. Они маленькие, но они сильные. Я здесь дома. И они вторглись второй раз в мой дом. Есть за что. Если понадобится и погибнуть. Не жалко. Есть за что. Субтитры создавал DimaTorzok